Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня подведем финансовые итоги первого полугодия в цифрах. Сразу стоит сказать, что пессимистичные прогнозы не подтвердились. Несмотря на эпидемию коронавируса, белорусская экономика не рухнула, резкого падения производства не наступило. Как отмечает Национальная экономическая газета, в первом полугодии 2020 года финансовое положение белорусских организаций в целом улучшилось к сопоставимому периоду прошлого года. Как это иллюстрируют цифры статистики непосредственно в Гомельском регионе? Объем волового регионального продукта в текущих ценах составил более 8 миллиардов рублей или 98% к уровню января-июля 2019 года. Объем промышленного производства Гомельской области составил 11,5 миллиардов рублей или 95,2% к уровню января-июля прошлого года. При этом за первые шесть месяцев в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 668 миллионов 700 тысяч долларов США. Прирост производства продукции наблюдается в аграрном секторе. В январе-июле этого года в сельскохозяйственных организациях производство продукции составило почти полтора миллиарда рублей и увеличилось по сравнению с этим же периодом прошлого года на 3,5%. Товарооборот в январе-июле 2020 в среднем сохранился на уровне прошлогодних показателей. При этом розничный товарооборот организации торговли вырос более чем на 3%, а ПТОВЫ наоборот упал более чем на 7%. Работа транспорта. В первом полугодии этого года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 46 миллионов 800 тысяч тонн грузов. Столько же было и в прошлом году. А вот перевозки пассажиров сократились более чем на 7%. Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области в январе-июне 2020 года составили 104,4% к уровню января-июня 2019. Номинальная начисленная средняя заработная оплата работников региона в июне 2020 года составила 1108 рублей. Индекс потребительских цен сохранился в целом на уровне прошлого года с корректировкой на инфляцию примерно в 5%. Жилье. В первом полугодии на Гомельщине построено 2574 новые квартиры. Введено в эксплуатацию почти 225 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Как видим, в объективно непростой год обвала экономики и резкого критического положения в социальной сфере нет, но не могут не обратить на себя внимание некоторые негативные моменты. Одним из показателей сокращения производства является уменьшение числа занятых в реальном секторе экономики. За полгода почти на 6 тысяч человек. С 485 тысяч до 479. На 1 июля долг предприятий достиг 145 миллиардов рублей. Если сравнивать с прогнозным показателем внутреннего волового продукта на 2020 год, то ВВП ожидается меньшим 143,5 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января размер суммарных долгов крупных и средних предприятий Беларуси вырос на 9,3%. При этом количество организаций предприятий работающих в убыток сокращается. Это были цифры и факты. Увидимся через неделю.